А теперь слово имеет госпожа Гуэн Тунг Га, глава делегации Вьетнама. Господин председатель, от имени делегации Вьетнама я поздравляю вас с избранием на пост председателя этой важной 70-й сессии Генеральной Ассамблеи. Ваша мудрость и опыт позволят вам успешно руководить нашей работой. Моя делегация приветствует важный вклад, внесенный господином Самом Кутесе, председателем 69-й сессии Генеральной Ассамблеи, и господином Панги Муном, генеральным секретарем ООН за прошедший год. Господин председатель, родившись на пепелище Второй мировой войны, ООН за последние 70 лет принял в свои ряды 193 государства. Это наиболее представительная глобальная организация. Она превратилась действительно в центр координации глобальных усилий по решению общих проблем. Как светочной одежды, ООН действительно помогла улучшить положение в мире, играя при этом все более важную роль в поддержании международного мира и безопасности, в защите и обеспечении прав человека и осуществлении развития и прогресса. Руководствуясь уставом, ООН сделала все, чтобы реализовывать принципы уважения суверенитета и территориальной целостности государств, невмешательства и отказа от угрозы и использования силы, с тем, чтобы содействовать мирным и дружным отношениям между государствами, в частности, подчеркивая возможность и важность взаимного уважения, доброй воли и мирного урегулирования споров. Именно в этом духе мы приветствуем недавно достигнутый прогресс по иранской ядерной проблеме. Это первый шаг на пути к долгосрочному решению, что позволит обеспечить мир безопасность и стабильность во всем регионе. Мы в особенности приветствуем нормализацию отношений между Соединенными Штатами и Кубой и призываем к скорейшему отмену эмбарго, введенного в отношения братского кубинского народа. Господин председатель, мы можем с гордостью оглянуться на 70 лет достижений ООН, но в то же время следует признать, что наша организация что-то не смогла сделать, и впереди еще стоят проблемы. За последние десятилетия были войны и конфликты, и они продолжаются сегодня. Терроризм, экстремизм, религиозная и этническая терпимость являются угрозой региональному международному миру и безопасности. Миру и стабильности во многих регионах угрожают территориальные и морские споры. Остаются угрозы и самому выживанию человечества, в частности, ядерные сигналы, хотя они сокращены, все еще могут привести к уничтожению нашей планеты. Климатические изменения угрожают жизни миллиардов людей и самому существованию многих стран. Нищета остается одним из самых больших препятствий на пути устойчивого развития. Насилие, дискриминации, социальная справедливость, гуманитарные кризисы – все это подрывает права человека. Огромные проблемы требуют больших усилий, и ООН должна продолжать играть центральную роль в этих усилиях. Вьетнам приветствует принятие повестки дня 2030 для устойчивого развития. В ней программа и рамки для всех государств с тем, чтобы стремиться к ликвидации голода и нищеты, с тем, чтобы добиться более устойчивых структур производства и потребления, защитить нашу планету от угроз климатических изменений и избыточной эксплуатации. Полное и действенное выполнение этой повестки на основе глобального партнерства позволит решить давние проблемы нашего мира и направить развитие к более устойчивому будущему. Чтобы изменить наш мир, ООН должна сама измениться. Работа Генеральной Ассамблеи должна быть оживлена с тем, чтобы сфокусировать ее на эффективное принятие решений. Совет безопасности должен быть более представительным, демократичным и транспарентным. И система ООН по развитию должна быть укреплена. Следует провести институциональные реформы, параллельно нововведения и обеспечить баланс в различных направлениях работы организации. Наш опыт по выполнению ЦРТ показал, что мир и стабильность – это предпосылки устойчивого развития. Как сказано в самой повестке 2030, я цитирую, «Не может быть устойчивого развития без мира, и не может быть мира без устойчивого развития». Конец цитаты. Поэтому каждое государство и в целом организация должны сделать все возможное для обеспечения мира и безопасности на национальном, региональном и международном уровнях. Каждое государство должно поступать ответственно в соответствии со основополагающими принципами Устава ООН и международным правом. Региональные и международные организации под руководством ООН также должны поступать подобным образом и помогать государству достигать дружных решений их разногласий и споров мирными средствами, как это предполагается в Уставе ООН. Лишь в этом случае мы можем надеяться, что в будущем у нас не будет насилия, угроз, использования силы, запугивания, принуждений и неравенствия. И это создаст обстановку, благоприятствующую нашему общему развитию. В то же время, для успеха нужно, чтобы устойчивое развитие действительно было к развитию в интересах народов, для народов и под руководством народов. То есть, человек должен быть в центре этой повестки, как владелец, как лицо осуществляющий и как бенефициар всех этих усилий. И никакая повестка не будет успешной без прочного глобального партнерства в целях устойчивого развития. Вьетнам всегда придерживался мнения, что внутренние ресурсы играют решающую роль в развитии любого государства. Но также мы считаем, что ни одна отдельно взятая страна не может развиваться в одиночку, и поэтому призываем развитые страны повести за собой и помочь развивающимся странам в осуществлении повестки 2030. В особенности в области финансирования, передачи технологий и развития людских ресурсов. Также мы поддерживаем и деятельность по направлению сотрудничества Юг-Юг, полагая, что это эффективный канал для обмена опытом, техподдержки и наращивания потенциала. Господин председатель, В этом году, как и ООН, Вьетнам празднует 70-ю годовщину с момента его образования. Вернув в себя независимость после практически века колониализма, Вьетнам немедленно воспринял принципы и ценности устава ООН. Президент Хо Ши Мин, создатель современного Вьетнама, не раз обращался к мировым лидерам с письмами и просил, чтобы новый Вьетнам был признан и принят в ООН. И с момента, когда Вьетнам стал членом ООН в 77-м году, он всегда делал все возможное для того, чтобы выполнять принципы и цели устава и вносить конструктивный и ответственный вклад в работу организации. Вьетнам всегда ставит в центр любых стратегий развития человека. Комплексное человеческое развитие включает и физическое, и психическое развитие и благополучие. И нужно обеспечить, чтобы законы и политика обеспечили выполнение и защиту всех прав человека, включая экономические, социальные, гражданские и политические. Вьетнам присоединился к семи из девяти международных договоров по правам человека, в частности, недавно конвенции о правах лиц с ограниченными возможностями. Мы полны решимости успешно реализовать повестку 2030 для устойчивого развития. На национальном уровне мы мобилизуем все имеющиеся ресурсы и привлечем все правительственные учреждения и другие заинтересованные стороны, а также людей и сообщества для реализации этих планов. Мы будем поддерживать работу по подготовке реальной договоренности в Париже на конференции 21. И недавно мы представили свои национальные предложения INDC. На региональном уровне мы присоединяемся к усилиям наших братьев и сестер в ОСИАН и будем укреплять ОСИАНское сообщество. Как неотъемлемая часть динамично растущего региона Азии и Чехового океана, ОСИАН играет важную роль в региональном развитии. Но для того, чтобы наш регион процветал, прежде всего нужно обеспечить мир и стабильность. И поэтому чрезвычайно важно, чтобы мир и стабильность были сохранены. Нужно обеспечить морскую безопасность, охрану и свободу навигации и пролетов в Южно-Китайском море. Вьетнам напряженно работает с другими членами ОСИАН и другими заинтересованными сторонами для достижения этой цели. В частности, призывая все стороны воздержаться от угрозы силы и ее применения и урегулировать все споры мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию 1982 года ООН по морскому праву. Также мы работаем с партнерами для полного действия выполнения декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море и работаем над скорейшей разработкой кодекса поведения. На международном уровне Вьетнам готов продолжать носить вклад в дело всеобщего мира безопасности и благополучия людей. Поэтому мы расширили наше участие в миротворческих операциях ООН и выдвинули кандидатуру в экономический и социальный совет на 2016-2018 годы, в исполсовет ЮНЕСКО на 2015-2019 годы и в совет безопасности на 2020-2021 годы. Мы надеемся на то, что нам окажут поддержку. Господин председатель, всем, чтобы избавить людей от страха, от нужды и никого не оставить позади, мы должны объединить усилия в направлении лучшего и более устойчивого будущего. Пусть устав ООН будет нашим источником вдохновения, а повестка 2030 будет нашим руководством с тем, чтобы создать мир в условиях мира безопасности и процветания и для нашего поколения, и для грядущих поколений. Благодарю вас. Благодарю вас.